Всем привет, друзья! Меня зовут Павел, и давайте сразу же без лишних предисловий перейдем к новости, которая и заставила меня снять это видео. В набережных Челнах Республика Татарстан по школам разослали форму, которую должны заполнить классные руководители. Сотрудники мэрии города заставляют учителей мониторить социальные сети учеников, смотреть, не подписаны ли те на деструктивные группы. И здесь хочется обратить внимание на два момента. Первый – это список тех самых опасных групп, в которые неожиданно, или наоборот, ожидаемо, попали сообщество ФБК и команда Навального. Возникает сразу же очень много вопросов, но, наверное, основной у меня появился, когда я увидел вот эту табличку. Вы реально думали, что мы обойдемся без таблички? Указать планируемые профилактические меры воздействия. И вот картина маслом из серии «Воснецов отдыхает». Вы классный руководитель 11 класса. Земляйте пухом, братишка. Вы узнаете, что несколько ваших учеников подписаны. Сейчас, пожалуйста, сделайте звук потише и убедитесь, что за вами никто не наблюдает. На Навального. На этого господина. Что вы будете делать дальше? Что за профилактические меры будут приняты? Что в табличке-то писать? Машка, что у тебя в третьей графе? А, как обычно, проведена беседа. Главное, чтобы беседа не превратилась в вирусный ролик. А то мы не одну подобную историю помним. Важно понимать, что вне зависимости от того, каких политических взглядов вы придерживаетесь, и уж тем более, как вы относитесь к этому господину, ситуация, когда с одной стороны политик не сходит с первых строчек трендов Ютуба, а молодежь именно здесь и проводит свободное время, нам громогласно заявляют, что у людей есть политический выбор, но при этом школьник следит за деятельностью этого господина. Это повод заполнить табличку. Внимание, я сейчас ни к чему не призываю. Но вы либо запретите деятельность определенной организации, так или иначе, в разных странах достаточно большой список деструктивных объединений, либо не стоит удивляться, что молодежь может придерживаться оппозиционных взглядов. Нет, понятно, это, конечно же, возмутительно. Вроде и портреты, где нужно, висят. Флагами, сами знаете какой партии, на мероприятиях в центре города размахиваем, а они на группу этого господина подписаны. Из всего этого вытекает следующий момент. Несогласие старшеклассника с официальной позицией партии повод принимать какие-то меры и приравнять его к сторонникам хлопков и устройств, которые хлопки производят. Я все еще пытаюсь сохранить монетизацию. Но если в нашем демократическом обществе, где на выборах есть реальный выбор, звучит достаточно смешно, человек имеет право голосовать с 18 лет, логично предположить, что осознанный выбор, а мы же именно за него ратуем, гражданин сможет сделать только в том случае, если он интересуется политической ситуацией в стране. В том числе следит за оппозицией. И уж простите, как бы мы ни относились к этому господину. Именно он многими воспринимается неким противовесом. Хорошим, плохим, кто за ним стоит, чего он хочет. Это уже следующие и, конечно же, важные вопросы. Но по уровню медийности у нас другого нет. У молодежи другого нет. Или кто? Жириновский? Грубо говоря, если американскому школьнику или студенту не нравятся демократы, вот тебе республиканцы. А у нас? Если ты не поддерживаешь Единую Россию, то твоя альтернатива... Кто? Что? Где? Когда? Вот и получается, что человек, которому через пару лет, а то и через год голосовать, обращает внимание на... Этого господина. Хотя, чему удивляться? До 18-ти? Какие еще взрослые вопросы и темы? Разврат! Мой ребенок ничем таким не интересуется. Ему только 17. 18 стукнуло. Плодитесь и размножайтесь. Вот и хочется понять. Этот господин. Только для молодежи опасен? Или он для всех представляет угрозу? Второй вопрос. Почему за активностью молодежи ВКонтакте должна следить школа? Основная идея всех этих списков вроде бы борьба с подростковой преступностью и профилактика правонарушений. А в нашей стране нет товарищей, которые профессионально должны заниматься этими вопросами. И что-то мне подсказывает, это не школьные учителя. Одно дело беседа во время классного часа. Хотя я не знаю, что ж там за беседа должна быть такая, чтобы объяснить, что проявить интерес к оппозиции это уже плохо и криминал. И в табличку. И другое, мониторинг личных страниц и составление списков. Нет, идея безусловно хорошая. Просто зачем останавливаться на малом? Учителя работают с детьми? Работают. Вот пусть и следят за внешкольной деятельностью своих учеников. В магазине продавец продал водку покупателю? Вот пусть теперь с ним до дома топает. Вы знаете, сколько правонарушений совершают пьяные люди? Работнику пятерочки что? Все равно? Мы удивляемся тому, что многие подростки воспринимают школу как тюрьму, а учителей как врагов. Но если заставить педагогов по факту следить за учениками, все, конечно, сразу же изменится. Чувствуете ту волну уважения, которая буквально врывается в кабинет после того, как ты узнаешь, что Марья Ивановна вчера проверяла твою страницу? А на ближайшем классном часе? Вы можете мне доверять? Наша школа одна большая дружная семья. Не бойтесь высказывать свое мнение. Серьезно? Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком и поделитесь с друзьями. Кроме того, не забывайте про подписку, колокольчик, комментарий. Отдельное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова